всем привет с вами я морская свинья и что ж пока мы не будем мучиться на кубе я решила поиграть за макса а он сейчас у нас в ирландии надеюсь местные жители помогут мне его найти ну вот видите надеюсь тут у нас будет более-менее нормально сейчас звук уменьшу ужасно все вот так надеюсь тут не будет никаких сумасшедших и мы благополучно хотя тут идет дождь скажу вам одно скажу вам одно мы очень близко к концу игры и надеюсь что мы сможем пройти ее можно взять вывеску отлично берем вывеску и идем куда-нибудь дорожный знак указывает на ограничение скорости до 30 а нижний предупреждает о том что впереди опасный участок дороги ну что ж берем странно у нас мотоцикл есть флаг доска здесь вывешивают ежедневное меню но тут ничего нет либо повар заболел флаг ирландии понятия не имею что это за герб это герб а почему-то у меня написано флаг странно возьмем его тоже да уж это что за страны страны человек покал о все спят тепло и приятно конечно я могу встать напротив и высушить свою мокрую одежду но меня тут же попросит уйти так что никакого смысла в этом нет ну ладно сам не хочет погреться я ему обыкновенный бокал о возьмем его бокал я не знаю с чем я это делаю просто так пожалуй возьму бокал себе этому милому господину он явно уже не нужен что за милый господин ха ха бухой эй с вами все в порядке судя по всему он сейчас не настроен общаться лучше дать ему выспаться отлично ключ сейчас нас по рукам будет бить можно на секунду одолжить у вас ключ нет ну уже ну всего на 5 минут нет разговоры мне здесь явно не помогут пора начать действовать ну понятно кто нам просто так отдаст ключ ладно поговорим с вами бармен или ваша стрелял посмотрите на него да и вообще единственный свой посетитель по крайней мере из тех кто еще в состоянии стоять на ногах приветствую отличная погода сегодня не правда ли отличная льет ведь как из ведра это была шутка да очень смешно ну я думал что смешно я ищу человека по имени Моранжи рад за вас я хотел сказать вы не подскажете мне как его найти если вы о старике Кене Моранжи он живет на своем острове на острове а как туда добраться спросите у Фоули он наверняка сейчас рыбачий где-нибудь на берегу хорошо посетитель бухой конечно но с Клаусом все особенно сложно потому что если уж он заснул разбудить его практически невозможно но ведь есть какой то способ конечно поставить что нибудь съедобное прямо у него под носом и тогда он проснется если ему понравится еда скорее всего проснется необычный способ он был моряком он не ест ничего кроме рыбы но очень часто нам очень нравится рыбу жарить если он засыпает потому что парня мне не приходится выслушивать в сотый раз одни и те же морские истории папа здесь пустовато ничего нормально у вас всегда так мало посетителей некоторые из постоянных клиентов умерли а для тех что с улицы пока еще рано водители грузовиков которые везут товар на рынок в соседние дни деревне время от времени они сюда заезжают выпивают от трех до дюжины порции виски и едут себе дальше от трех до дюжины порции виски но я так и сказал и как часто они сюда заезжают каждый день привозят фрукты и овощи никак не пойму кому все это нужно если есть овощные консервы я бы хотел купить рыбу я бы тоже а разве ее нет если предположу что вы пытаетесь мне сказать в вашей очаровательной манере что у вас нет рыбы ага ну видимо нам тут никто не поможет заходите еще о о мама не хочу лишать бармена его лучшего друга его лучшего друга знаете мне это напоминает броккенсворд первая часть когда мы были в локмарне в ирландии ну наверное те кто играл тот поймет ооо какая гроза страшный ужас пойдемте отсюда одинокий моряк какая то дверь это пугает немного камень исключительные характеристики отсутствуют вряд ли кто-то заметит его отсутствие неплохая коллекция надеюсь их все опустошили не за один день да а то нам сейчас не поговорить тогда вода сверху вода снизу от жажды они тут точно не умрут выглядит не слишком надежно 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 с другой стороны известный пират пинсель или кто-то в этом роде избороздил все карибское море на такой лоханке пираты карибского моря должно быть это его сегодняшний улов щас своруем нет не своруем ооо нам просто так отдали рыбу ни за что какой добрый моряк надо будет с ним поговорить вообще то ему достаточно один раз опустить лицо в воду и как следует выдоху тогда вся рыба просто всплывет к верху брюхом пьяная приветствую что это вы рыбачите в такую погоду вы вообще ничего не знаете о рыбахе правда нет вообще то а что потому что в такую погоду всегда самый лучший клев видите ведро это мой лох всего за три часа даже если бы мне удалось за три часа поймать 30 жареных куропаток и 20 поросят с яблоками во рту я бы ни за что не стал добровольно сидеть на улице в такую погоду ну что ж скажите нам где у нас там оранжи то по имени моранжи вы можете мне помочь конечно старик живет вон там на своем острове отлично большое спасибо а как туда добрать туда ходит паром а мост есть моста никакого нет и ни одно судно в такую погоду никуда не отправится а что за дверь вы не знаете куда она ведет погреб паба старины стиви туда можно как-нибудь попасть вот даже не представляете себе сколько раз я уже пытался это сделать в этом погребе виски зачем он войти странно только этот о Брайан Купердей постоянно держит его под замком он все время говорит что настоящий бармен просто так выпивку не раздает раньше мы менялись рыба на виски но однажды в ящик с рыбой попала копченая селедка он вышел из себя и теперь постоянно орет что-то о покупной рыбе но это же все таки рыба была мало ли что копченая не курицу что-то положить можно мне ее одолжить на секундочку ваще то сейчас она мне не очень нужна ооо пошли услуги давайте утром заходил мой приятен Стивен и опять без виски вы хотите чтобы я достал для вас виски почему бы вам просто не купить его в баре за углом а почему бы вам просто не перебраться на остров плавь и так договорились лодку за виски думаю так будет честно ну ладно спасибо чувствую нам тут еще придется долго побегать зачем мне камень слушайте может быть бокал надо что-нибудь налить воду просто так это делаю я не знаю ого мокрый флаг не знаю зачем я это сделала что я делаю не знаю может быть вот так ооо сейчас пожарим рыбку я воспользуюсь вашим камином и поджарю в нем себе рыбу уверен у вас это лучше получается но вы ведь сейчас очень заняты да конечно да делайте что хотите все отлично забираем нашу рыбку и отдаем этому стиви ужин подан милорд жареная рыбка наверное вкусно пахнет рыба я чувствую запах рыбы что лимона нет бармен подай сюда лимон рыба без лимона все равно что бутылка без виски бармен эм бармен вас зовут приветствую я понимаю что вы очень заняты но можно мне еще раз вас отвлечь ну если очень нужно да не могли бы дать лимон у вас нет лимонов я полагаю мои поздравления вы очень догадливы нет для клауса да он не хочет есть рыбу без лимона ну достаньте где-нибудь лимон и может быть я даже порежу его для вас где я найду лимон как мне попасть в публику возьмите ключ откройте дверь и зайдите внутрь это каждый может сделать даже такой как вы если конечно у него есть нужный ключ а вы остряк да? ага дайте бутылку виски сколько она стоит для вас тысячу что в рублях не понравится вам разве не нужны деньги? конечно тысяча очень неплохие деньги несколько дороговато вам не кажется? специальная цена со скидкой только для друзей не пойму почему но моя склонность к агрессии растет с космической скоростью если я не возьму себя в руки я мог делать что-нибудь о чем потом пожалею приятно было поболтать заходите еще ну как так где же нам найти лимон если я подменю бокалы он лишится своего виски а мне бы очень хотелось избавить его и самое главное самого себя от нытья которое за этим последует понятно может быть он с нами поговорит все равно без лимона как вы себя чувствуете? лучше? видимо для некоторых людей не имеет значения спят они или бодрствуют их навыки общения всегда на высоте это точно кто-нибудь дайте мне лимон кто-нибудь дайте мне лимон помогите мне мне нужен лимон да если не смотреть на воду почему никто не хочет давать мне лимон и что тут проедет какой-нибудь автомат с лимонами? вон едет грузовик с товаром может водитель зайдет сюда и составит вас компанию точно реально сейчас лимон выглядит упс надеюсь там все живы не должно быть совсем новичок дороги не знает и знаки не видит ох уж мне это современная молодежь надеюсь не случилось ничего плохого надо бы узнать что с водителем мне повезло кажется водитель грузовика успел вовремя повернуть я бы никогда не простил себе если бы с ним что-то случилось появился только один ящик надеюсь там будет лимон давайте скрестим пальцы я уже хочу до конца игры это найти если мне повезет здесь окажется и лимон урав! лимон наконец-то все самые счастливые люди на свете бармен вы обещали одни порезать лимон Можете дать это вашему красноречивому посетителю. Если, конечно, найдете для этого время. О, он будет доволен. И, надеюсь, хотя бы на какое-то время заткнется. Вот тебе твой лимон. Давно пора. Садись, давай вместе вытянуем. Никогда и ни за что не стоит ждать от людей благодарности. Если я подмечу, не хочу ли... Так, берем быстро ключ. Надеюсь, он ничего не увидит. Он видит ключ даже оттуда. Ну и что ты мне делаешь? Ах, что же делать? Как вы себя чувствуете? Лучше? Видимо, для... Возьмем обратно это. Может, что-нибудь еще найдем? Ящик с фруктами и овощами. Должно быть, упал с грузовика, когда его здесь занесло. Смотрите, птица. Все еще клюет? Да, если не смотреть на воду. Зачем мне камень? Вот бы узнать, как дела у Нины. Только не хочется ее отвлекать. Вдруг она занята чем-то важным. Могу тебя уверить, она с ничем важным сейчас не занята. Так же, как и ты. Ключ? Нам нужен этот ключ, ну как? Ладно. Петро? Пока не что. Петро? Оставьте меня в покое. Это Николь Шарли-Роа так запугала своих работников, что они готовы в штаны наложить от страха.